Молодым инвалидам с особенностями психофизического развития, имея за плечами лишь вспомогательную школу и не имея никакой профессии, устроиться на работу в городе Бресте очень сложно. А получая лишь социальную пенсию, которая меньше прожиточного минимума, прожить практически невозможно. Живут за счет родителей и близких. Социальная и трудовая реабилитация – вот главные аспекты работы Центра «Особенная жизнь». Организаторы обучают ребят и дают им возможность доработать трудовой стаж, чтобы в дальнейшем получать трудовую пенсию. Если сказать проще, ребята приобретают профессию и трудовой стаж. Что касается своего ребенка, я прошла с ним путь, когда я его самостоятельно обучала, своей профессии, и он сейчас благополучно работает на обычном предприятии. Хотя имеет достаточно сложные диагнозы, но благополучно работает и имеет достаточно большой трудовой стаж. Каждая открытка или дерево из бисера – это кропотливый труд. Людям с особенностями психофизического развития выработать скорость гораздо труднее, чем здоровому человеку, но они стараются. Приходят на работу раньше положенного времени и уходят только в конце рабочего дня. Их труд приносит им не только материальное удовлетворение, но и эмоциональное. С бисером, вот сейчас еще из газеты делал, эти корзинки еще такие, вот с этого показывал мне Михаиловна делать. А скажи, тяжело научиться делать такие корзинки из бисера плести? Нет, с бумаги, с бумаги делал. Ну, скажи, тяжело еще? Ну, нет, нет, чего не, тяжело, нормально. На сегодняшний день в нашей организации 30 детей с ограниченными возможностями и 10 молодых инвалидов, которые занимаются в учебно-ремесленном центре. Для чего мы создавали? Для того, чтобы создать рабочие места для ребят с умственными ограничениями. На сегодняшний день мы можем точно сказать, что ребята к качеству пришли продукции, что у нас есть договора на реализацию данной продукции с, допустим, суммой Беловежской пущей, гостиницей Эрмитаж, область ее с печатью, ну и многими другими предприятиями города, которые готовы, в общем-то, сотрудничать с нами. Недавно в учебно-ремесленном центре появилось новое полиграфическое оборудование, позволяющее печатать открытки, магниты и календари. Наличие такого устройства крайне важно, ведь изготовлению именно этой продукции легче обучить инвалидов. Мы, в принципе, начинали делать с деревьев, потом на розы перешли, и так сейчас вот, потом открытки, начали делать колокольчики. Работа в центре создавалась и держится на энтузиазме небезразличных родителей и членов общественной организации «Особенное детство». У них очень много планов на будущее, и они готовы бороться за их реализацию.